Микс Ньюс Гость в студии сегодня госконтролер Элита Крумни. Доброе утро. Доброе утро. Ну, в министерствах и центральных органов госуправления вы проводили, как и каждый год, ревизии, чтобы выяснить, на какие цели учреждения тратят деньги из госбюджета и, собственно, финансирование. И в этом году в ходе проверок, как я понимаю, обнаружилось, что из 30 миллионов, которые вы проверяли в выборочном порядке, и 9 миллионов евро не достигли тех изначальных целей, на которые они были выделены. Хотелось бы немножко вот здесь уточнить, о каких 9 миллионах вы говорите, какие это учреждения, прежде всего, какие суммы, какие учреждения по подозрению. Куда ушли деньги. Может быть, наиболее, может быть, можете назвать те ведомства, где ситуация наиболее критична. Ну, я начну с того, что финансовые ревизии, которые мы проводим каждый год вообще, их основная цель сказать то, как правдивить те отчетные все документы, которые представляет министерство. Насчет этого вопроса мы можем сказать, что учитывать наше министерство умеет, более-менее порядок там наведен. И из-за того, что учетная часть и все более-менее порядки, мы уже, это получается, где-то третий год, но смотрим не только то, как правильно деньги учтены, но действительно ли они пошли на те цели, которые они были уже даны. То есть, простите, что я вас перебью, иными словами, по бумагам вас все устраивает, да? То есть, все распределения, расходные статьи. Да, как по классификации, по расходным частям. Это все есть. Конечно, это тоже не было в нашей стране сразу. Это тоже была работа, чтобы это так случилось. Но теперь мы считаем, что мы должны смотреть то, как эти деньги, ну, идут на те цели, которые предусматривались. И мы, конечно, это можем смотреть выборочно. И, как вы уже сказали, мы взяли 30 миллионов и посмотрели, действительно ли они после того, как они попали в бюджет, пошли на эти нужды. И там надо вспомнить, как вообще эти деньги, ну, всегда на такие приоритетные нужды бюджет попадает. Мы все знаем, каждый год, когда делается бюджет, идут очень большие споры. Потому что деньги есть столько, сколько они, а все нужды, которые есть у министерств и других ведомств, очень большие. И после очень таких уже тяжелых баталий, если можно так сказать, определяются те приоритеты страны, которые, ну, самые-самые-самые важные. И тем уже эти деньги даются. И мы именно вот на такие самые-самые-самые и смотрели, что случается с этими деньгами после того, когда они вбили бюджет. И там эта ситуация, ну, не очень хорошая, потому что мы видели, что, ну, как уже говорилось, 9 миллионов, ну, не было в те цели, которые предусмотрелось, определенные. Они после того, когда уже бюджетные деньги уже распределяются, пошли на другие нужды. Мы не говорим о том, что эти деньги там, ну, украдены или как. Но они пошли не на те приоритетные цели, которые предназначились. Ну, скажу один пример, чтобы уже так практически. Одна очень такая большая проблема у нас в стране, это, да, кодал-реакторс, который у нас есть, саловспилс кодал-реакторс. Уже в 2014 году было, ну, установлено, что там есть утечка этих радиоактивных веществ. Да, в ядерном реакторе, сейчас говорим. Да, в ядерном реакторе, да. И надо принимать срочные меры, чтобы демонтировать, чтобы это уже вреда населению и в среде не было. И на этой цели, конечно, выделяются деньги, потому что это, конечно, очень важный приоритет. Что мы видим в самом деле? В самом деле ничего не произошло. Ничего не произошло, реактор стоит, как стоит, и каждый год тоже надо определенную сумму выделять, чтобы содержать его. А какое министерство среди реального развития за это отвечает? Это ВИДСР, да, и по нашим мнениям это недопустимо, потому что эта проблема же никуда не пропадет. Реактор все равно надо будет демонтировать. На эти цели сколько министерство запросило в начале года, прошлого года? На эти цели вообще, начиная в 2014 году, по-моему, там было 8 миллионов, в которые уже бюджет вложено. И каждый год эта сумма просто переходит в следующий год закладывать? Опять запрашивается для этой цели, опять надо деньги. А если посмотреть, куда эти деньги ушли, там на разные. Там и на закупки транспортных средств, там на тоже снимки фильмов. Ну, разные, разные, разные нужды, которые, ну, может быть, и не нужны. Но они не самые приоритетные в нашей стране. Для, может быть, для тех слушателей, которые не очень разбираются, да, во всем этом механизме. Вот, скажем, должность госконтролера, что она позволяет вам сделать, да, и проверить, а что она вам не позволяет, где заканчивается ваша полномочия. То есть привлечь к уголовной ответственности, например, вы не можете, да, что вы можете сделать. И, скажем так, легко ли вас спускают в кулуары, давайте мы вас проверим сейчас в финансовое состояние, а вот мы не хотим. Может, могут они отказать вам, например, или не могут. Ну, закон говорит то, что аудитное учреждение проверяет, как расходуются средства бюджетных учреждений, которые, ну, есть, работают в публичном секторе. Это есть самоправление, есть предприятия государственные и самоправление. Это мы можем проверить. Пускают или нас, или не пускают. Когда мы начинаем ревизию, тогда, конечно, мы информируем то учреждение, которое мы проверяем, но таких случаев, чтобы нас где-то не пускали, я в своей практике не помню. А кто заказывает эти ревизии? Никто у нас заказывать ревизии не может, потому что это одна из частей, ну, такой независимости государственного контроля. И это говорит то, что сам государственный контроль определенной методики, которая, ну, есть и в международном уровне, определяет, ну, риски, где надо смотреть, и какие учреждения, ну, те, которые попадают уже под нашу глупу, если так можно сказать. И наш совет после того, когда уже эта работа произведена, когда аудиторы все риски определили, мы уже утверждаем план ревизии. Что мы можем делать? Мы тогда можем проверить, как ведется дело с деньгами, и потом мы даем рекомендации уже учреждения, что они должны делать, чтобы нарушения уже не были дальнейшими. И эти учреждения должны после того, когда мы установили срок, когда они должны нас информировать, что они сделали, мы уже смотрим и действительно утверждаем, рекомендация внедрилась или не внедрилась. Другой случай, когда мы видим ревизию, что нарушен закон, тогда мы должны информировать правоохранительные органы, и они уже делают дополнительную такую работу по, ну, уже с такими оперативными средствами, чтобы уже установить виновных и привлечь ответственность. Вот когда последний раз было, когда приходилось прибегать к помощи правоохранительных органов? Ну, последний раз, я думаю, это и прозвучило, это был вопрос насчет Рижской думы, насчет дотации, ну, отбинаем, с которой есть в Европе туризму, когда был проведен после той же нашей ревизии уже, ну, оперативные действия в Европе коррупции. И вопрос по поводу вот этих рекомендаций. По большому счету, министерства не очень-то и боятся этих рекомендаций, они их получают, и могут выполнить, могут не выполнить, могут отписаться просто, могут кормить завтраками условно, или они обязаны, и им за это что-то будет. Вы их можете штрафовать или не можете? Штрафовать мы не можем, но это миф, что не боятся и не делают, да, потому что другой такой, ну, довольно распространенный миф, который тоже есть, что все так очень боятся государственного контроля в публичном секторе, что вообще уже работать не могут. Правда, где-то, я скажу, посередине. Страх сковывает, да, прям невозможно. Да. Что касается, как происходит уже внедрение рекомендаций, мы, конечно, после этого тоже информируем сами, информируем общество. Я скажу, что одна из таких, ну, больших способов влияния – это публичность того, что мы делаем, потому что мы после каждой ревизии информируем общество. Ну, и публикуйте о чем-то на вашем сайте. Мы очень активно сотрудничествуем тоже, ну, представителям медиа. И это самое то, что вообще-то боятся, потому что если мы так тихо, спокойно закончили ревизию, и этот доклад бы положили там в шкатульке, да, и ничего не говорили, это было, ну, так. А когда уже и общество начинает дискуссии, когда журналисты начинают дискуссии, это очень не нравится. И тогда, конечно, это есть такой дополнительный стимул, чтобы внедрить наши рекомендации. А что касается уже привлечения к ответственности, ну, я очень надеюсь, что те обещания, которые, ну, дается, что в ближайшем будущем будет права в государственном контроле, что мы будем уже полномочия взыскать те средства, которые растрачены, нарушая закон, ну, тогда у нас будет и эта полномочия. Можно сказать, что без журналистов ваша деятельность не будет такой эффективной? Обязательно, потому что мы действительно считаем журналистов как, ну, одного из наших таких хороших сотрудников. Ну, таких партнеров, минутка славы, да, вот она пришла. Потому что мы видим, действительно, когда эта работа, ну, такая уже действительно как общая, потому что эту тему потом уже журналисты развивают тоже, ну, и публикуют. И тогда это давление на институции, чтобы внедрить, чтобы работать в случае, она, конечно, становится более и более такой, ну, внушительной. Да, но вот вопрос здесь по поводу публикаций, которые, допустим, доступны всем, да, когда мы видим, куда деньги были потрачены, что они не были потрачены рационально или потрачены не туда. У нас, как мне кажется, достаточно инфантильное общество, да, и поэтому, вот, скажем, прошла эта публикация, поднялась какая-то небольшая волна возмущений, тут же спала, потому что пошли другие вопросы. Вот выборы в Европарламент, всё перекрыли. То есть вот насколько это действительно действенно, может быть, были случаи в истории существования службы госконтроля, когда опубликованные данные привели к каким-то действительно радикальным последствиям, я не знаю, там, кто-то в отставку подал, министерство, там, не знаю, было оштрафовано, под суд пошло в конце концов, потому что, извините меня, не починить ядерный редактор, он сняет два видео о том, какая красивая Рига, это как минимум должно быть уголовно доказуемо, потому что здесь вопрос здоровья людей, да, и просто эстетическое удовольствие, ну, как бы разные вещи. Ну, я скажу нашу позицию, что, конечно, мы за то, чтобы ответственность наступала, и из-за этого мы создали в наше аудитное учреждение отдельное отделение, ну, отделение, которое работает именно с тем, чтобы, ну, ответственность наступала. Она работает и с правовыми органами, все время, ну, эти, как сказать, если прекращается головное дело, чтобы переспорить, или переспорить, когда уже, ну, не начинается она, и также работает с ответственными институциями, чтобы была проведена уже работа тоже каждой институции, установить виновного, и чтобы наказание, чтобы было. Потому что мы действительно видим очень разные случаи, когда, ну, просто можно удивляться о том, как это может происходить. Один из тех же случаев, когда тейпернес, там, депо по Угунцесею, по пожарным, да, был адрес уже, ну, клуба охотников, да, и это депо использовался для этих нужд, да, и там не платилось никакие уже тоже платы за использование этого депо. Ну, после нашей ревизии все там прекратилось, и тоже было установлено виновных, и так. Это только такой маленький пример, но который так, так, так проявился. Но, конечно, мы работаем над тем, чтобы все эти большие, такие проблемные вопросы, они тоже и виновные находились, и наши рекомендации внедрились. Хотелось бы еще поговорить про Министерство благосостояния. Вот ваш вывод по этому ведомству, финансирование, которое было предназначено для работы с приемными семьями, было потрачено на премирование чиновников, да, то есть, я так понимаю, это выяснено было именно вами, и мы говорим о достаточно большой сумме, миллион шестьсот тысяч дополнительных средств было выделено Минблагу, а шестьсот девятнадцать тысяч евро ушли на, ну, на премии чиновников ведомства. Кто несет ответственность за такое распределение средств, да, я так понимаю, что это ведомство еще подконтрольное прошлому министру, мы говорим о господине Рейбси, да? Да, ну, это вся работа происходила в прошлом году, да. Да, ну, здесь мы видели то, что, опять же, когда выделяются деньги, ну, дети, их нужды, конечно, государственный приоритет. И для этой цели, чтобы у нас еще развивались приемные семьи, особенно приемные семьи, которые работают с детьми, которые, ну, инвалидностью, ну, конечно, там не было и вопросов, что деньги должны выделяться. И там предназначалось, чтобы развивать эти приемные семьи, которые, ну, которые работают такими детьми, и также предназначались для того, чтобы дополнительно платить в Альсберн. Если бы инспекции с работником и работникам, те, которые работают в Министерстве благосостояния, именно с этими вопросами за дополнительную работу, чтобы эту, ну, систему там улучшить. Что мы увидели? К сожалению, такие семьи, которые, приемные семьи, которые работают с детьми, инвалидами, не создавались эти деньги, не пошли на эти нужды, потому что нормативные акты принялись довольно поздно, они не могли создаваться, там еще не были разработаны, ну, необходимые такие уже, ну, способия, которые определяют, как им работать. Что касается тех денег, которые были предназначены для дополнительной работы, именно тех работников, которые работают, ну, вот этими вопросами, да, мы видели, что части из них пошли на разные, там, мотивации, ну, другим чиновникам, и бюро министра, и бюро, там, госсекретаря, которые, ну, эти работы не были именно связаны с этими. Вы констатировали такое выпивающее нарушение, на мой взгляд, да, что дальше? Во-первых, уже поменялся министр, да, который несет ответственность, мне кажется, за начисление, в том числе и премии, а во-вторых, он перешел сейчас возглавлять другое ведомство, да, вы тоже обратились по этому вопросу в правоохранительные органы, которые должны заняться этим, и, может быть, какие-то санкции применить в отношении тех чиновников, ведомства, кто принимал эти решения. Как обстоят дела вот в этом вопросе, когда мы говорим о вне семейной опеки? Да, ну, это была уже такая наша цель где-то несколько год назад, когда мы разработали изменение в законе, чтобы после нашей ревизии в течение шесть месяцев была уже, ну, определяла ответственность конкретных чиновников и работников. И это мы и делаем, что мы ждем после нашей ревизии шесть месяцев от конкретной институции, как определены, кто виновен, в какой степени и какое наказание должно, ну, уже получиться, да. Так что после этой ревизии мы также после шесть месяцев будем ждать эти результаты и тогда уже смотреть наши дальнейшие действия. То есть это вопрос не останется, да? Нет, нет, мы всегда следим, и это одна из, я говорю, наших целей, чтобы ответственность была. Ну, что касается ваших полномочий, то вот во втором чтении СЕИМ уже принял законопроект, решил вернуться к данному законопроекту, который уже, можно сказать, маринуется в парламенте пять лет по поводу расширения ваших полномочий. И я, может, поясню радиослушателям, предлагаемый законопроект дает вам право, вам, в смысле госконтролю, самостоятельно применять санкции в отношении тех должностных лиц, которые, ну, нарушили какой-то заранее заранее намеченный порядок. Это профессиональный договор. Да, ваши, может быть, прогнозы, да, будет ли принят этот закон, поддерживаете ли вы его, и такое предположение, не думаете ли вы о том, что если этот закон будет принят, то любой чиновник будет бояться брать на себя ответственность? Ну, нравится ли нам этот, я скажу, что мы сами его разработали, так что обязательно, так что нам уже он обязательно нравится. Тогда почему он рассматривается вот два созыва подряд, да, то есть уже на... Потому что не всем хочется. Ну да, там ответ очень простой, действительно, потому что не всем хочется. И действительно, дискуссии начались уже в парламенте в 2015 году, а разработался он уже перед этим. Ну, еще когда вы возглавляли, да, госконтроль, то есть вы уже возглавляли госконтроль. Да, 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 это была одна из таких инициатив. И, конечно, когда мы их, это изменение разрабатывали, мы переговорились со всеми институциями, Министерств финансов, юстиции, с правовыми органами и так далее. И все, ну, одобрили, что все понятно, все хорошо. Когда этот закон, ну, попал в СЕИМ, тогда было очень такое большое противостояние именно от самоправлений, от тех организаций, которые уже, ну, ну, которые объединяют самоправление. Это Лелопюса, да, Ассоциации, Латвии с Пашеводойбой Советой Нейбой. И там было очень много таких аргументов. Вот не надо так делать, государственный контроль сам будет уже, ну, и уже решать о том, как надо возмешать эти растраты, принимать решения. Хотя в государстве очень многие такие учреждения, и в Алсении, и МОДНС, и другие, да. И это не надо. Ну, ваш закон, я вам тоже, может быть, поясню, он заставляет виновных компенсировать госпюджету и страченные не по назначению средства. Если нарушен закон, и если наносен ущерб, и очень важно, что возмешать это должен от своих частных денег, потому что это совсем другое дело, не как возмешать уже от, не знаю, средств институции, да. И то, что случилось, ну, вот при прошлом созиве, когда очень большое влияние парламента были именно уже представители их самоправления. И он, этот законопроект, манеровался всеми. Что происходит сейчас, ну, он готовится к второму чтению, и я надеюсь, что это чтение будет скоро, и я надеюсь, что будет и третье чтение, которое, но которое уже поставит точку, и будет этот закон принят. А нет ли такого опасения, что, скажем, после принятия этого закона, отличный закон, на мой взгляд, если неправильно потратил деньги, заплатил из своего кармана? Вот шикарно. Но это тоже такой оценочный момент, да, то есть ущерб нанесен. Вот как этот ущерб оценить? А может быть, он не такой большой? И вот нет ли опасения, что после принятия этого закона, мы просто погрязнем в судебных исках и разбирательствах, потому что никто не захочет платить своих денег, и все будут биться до последнего, это значит, будут суды, значит, будут какие-нибудь там подкупы и так далее, и мы все это будем усолить годами просто, да. То есть условно, на мой взгляд, абсолютно солидарно с Аленой, это вопиющий случай, когда деньги предназначены семьей с детьми-инвалидами, причем приемные семьи, были потрачены на премии. Премии, простите, за что? Да, то есть, вот как это оценить? То есть это будет судебное разбирательство. И второй, наверное, это вот мой первый вопрос, а второй сразу вопрос следом. Вот вы сказали о том, что эти деньги вот по поводу семей, они были потрачены на премии, потому что тогда, когда они были выделены, не был разработан еще закон, но мы же понимаем, что это детский лепет на самом деле, да, то есть у вас есть определенный бюджет, можно разработать закон, взять эти деньги, потратить их вот так вот сейчас, после принятия вот именно этого закона. Просто это не было сделано, я не знаю, служба госдоходов же может присылать задолженность за год, например, да, ну ты мог и статус поменять, предприятие, там, у тебя есть задолженность, ты ее платишь. А здесь почему-то считается, что, ну мы не приняли закон, а что-то у нас лишние деньги остались, а давайте их поделим. Ну, слушайте, ну это же вообще какое-то, ну, запредельное уже хамство на самом деле. То есть вот как в этих ситуациях поступает в том же случае госконтроль и вот по поводу судебных исков? Мне кажется, что это такая утопическая надежда, что это будет все работать. Ну, скажем так, в нашем законопроекте довольно, ну так точно определены, когда будут эти случаи, ну, осуществляться. Это тогда, когда нарушен закон, и когда можно, ну, точно уже определить эту сумму, которая, ну, растрачена. И то, что будет браться в внимание, конечно, когда будет рассматриваться, ну, это возмещение ущерба, действительно ли закон ясен, чтобы он там не был интерпретирован, это, конечно, тогда будет браться, ну, так, в пользу которого чиновника. Но то, что мы считаем, что, ну, там не должна быть такая боязнь от, ну, от того, что чиновники начнут, ну, не знаю, бояться и никакие решения не принимать. Я уже говорила, это только те случаи, когда нарушается закон, да. И если они будут бояться нарушать закон и наносить ущерб, я этому буду только рада. Спасибо. Госпожа, кроме меня, сейчас многие независимые институты страны, вернее, главы этих институтов говорят о том, что нынешний парламент, он достаточно радикализированный и пытается повлиять на работу этих автономных учреждений. И вот за последние два месяца таких примеров очень много. Я могу пересчитать по пальцам. С таким заявлением выступил и омбудсмен Юрис Янсенс. У нас в студии сидела Бунта Лидека, которая представила Совет по электронным СМИ. Мы можем говорить о главе Центральной избирательной комиссии Арнисе Циндерсе. Мы также можем говорить о председателе Комиссии рынков и финансов капитала Петерсе Путнинши. И также о генпрокурере Эрике Калмейерсе. И вот поскольку вы являетесь тоже представителем такого независимого института, который, может быть, может, представляет интересы для политиков в том числе. Я вас хочу спросить, не считаете ли вы, что СМИ действительно радикализированы, что политики хотят, может быть, повлиять или иметь своих людей, по оценкам некоторых, в данных институтах? И видите ли вы в этом какую-то опасность? Конечно. Я думаю, что это нужно, чтобы такие институции, как государственный контроль, как прокуратура или другие, были независимы, да, и делали свою работу, ну, только основываясь на профессионализм, конечно, он заложен, ну, не без нужды. Эти принципы есть и в международном уровне, и только когда, например, если говорю о аудитном учреждении, когда мы независимы, мы можем работать, ну, профессионально и так, как нужны. Ну, представим, если мы бы стали, не знаю, каким-то орудием какой-то политической партии, да, что мы начали делать ревизии только там, где хочет эта одна политическая партия, да. Ну, я думаю, что это был нонсенс, это вообще, ну, не по какие рамки. Что касается нас, то я, ну, в это время я могу честно сказать, что ни в предыдущем созиве, ни в этом созиве, но такие, ну, не знаю, такие, ну, спиди, я ну... Давление. Давление на нас, чтобы как-то нас политизировать, я не осуществлял, ну, не... Не почувствовала. Не почувствовала, да. Но, конечно, я могу сказать только одно, что все эти принципы независимости должны соблюдаться, и, конечно, если говорить о каких-то, ну, недостатках конкретных учреждений, то это должно проводиться, ну, в таком уже, ну, законном порядке, как говорит закон. Ну, вот, когда вы видите, когда министры или политики инициируют вот один за другим отставку высших должностных лиц, что вы чувствуете? Вы удивляетесь этому? Вы испытываете волнение по поводу себя? Есть что-то? Ну, скажем так, что я уже за эти годы такие волнения насчет себя не осуществляю, потому что, знаете, эта работа такова, что уже какой-то, ну, не знаю, бронь наступила, и чтобы я сидела и каждый день волновала, что кто-то что-то там может делать, конечно, нет. Но то, что я хочу сказать, что если... Ну, я думаю, по каждой институции в законе тоже есть уже разработанные принципы, когда можно начинать говорить об оставке, оба других вопросах. Мы видим, что эти принципы не всегда действуют сейчас. Но они должны соблюдаться. Это я могу сказать, что закон должен соблюдаться во всех случаях, и во случаях, и тоже в этих, потому что насчет государственного контролера тоже есть закон и определенные случаи, когда он может уже, ну, оставить свою должность. А взятки предлагают вам? Подкупают? Нет. За ваши 6 лет? Нет. Ни разу не предлагали? Давайте мы вам, а вы нам вот это. Ни разу? Нет. Вот как они боятся? Здесь идет координация одного должностного лица между другим должностным лицом, поэтому, мне кажется, здесь... Ну, я скажу, что у нас вообще все эти решения принимаются, но не государственный контролер, а один принимает решение, где делать ревизии и так далее. У нас, ну, вся эта система поставлена так, что решение принимается коллегиально, и там есть не только два глаза, но 4 и 6 глаза, когда... Непонятно, кому предлагать, в общем, да? Вот такое вот дело у нас все. Что довольно понятно, то, что, ну, там нет никакого смысла даже предлагать, потому что наше, ну, отношение таково, что это бессмысленно. Я бы вообще хотела сказать, что мы довольно такие, ну, я не знаю, ну, такие немножко идеального умостроения, потому что мы все-таки верим, ну, такие принципы, что, ну, нельзя, все время быть так, кому-то дал взятку, он там сделал так, но мы работаем для той цели, которая и создана в детном учреждении, чтобы нам всем жилось лучше. Да, я призываю слушателей нам звонить 672-12-939, 672-13-939, если вас интересует, куда же тратиться и как тратиться, расходуются ваши налоги, можете звонить, задавать вопросы, Элита Круминя, у нас в гостях сегодня госконтроль. Тем временем на WhatsApp задают вопрос, Виктор спрашивает, госпожа Круминя, скажите, пожалуйста, насколько опасная должность госконтроля, вы носите с собой пистолет, у вас спрашивают. Нет, у меня нет пистолета. Госпожа Круминя пришла к нам с охраной, она стоит за дверью. Знаете, шутим, шутим, конечно. Знаете, ну я вообще, моя должность всегда требует, чтобы я была публичной, я говорю, я говорила и так далее. Но, я скажу так, что я, конечно, никакие такие гарантии или какие-то блага из этого, ну там у меня нет, у меня нет ни охраны, ни пистолета, ни другие. Можно вас попросить надеть наушники, давайте начнем принимать звонки. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот прошлое правительство Бариса Кучинского вас обвинило в том, что вы не даете работать им. Вот как сейчас остается это дело? Спасибо. Да, спасибо за звонок. Как потом господин Кучинский говорил, что это просто был такой, ну не очень хорошо формулированный такой комментарий. И после этого он даже извинился. Что вы приходите набегами там, по-моему, да? Да, когда не было, и вот опять, да? Да, да. Но я думаю, что это, ну может быть, было сказано каких-то эмоций и после того, когда, ну, мы тоже в медиах обратились и обратили на это внимание, была очень большая поддержка и от населения, и другое. Мы работаем, я думаю, так, как должна работать аудитное учреждение. Мы никаким не образом там набегаем или как-то по-другому. Мы всегда, когда мы проводим свой аудит, это тоже соответственно тем стандартам, как работают все государственные контроли, мы информируем, мы приезжаем, мы всегда, ну, стараемся с теми, которые хотят сотрудничествовать, ну, быть как, ну, и помощники, помочь, ну, разные проблемы решать. Так что, ну, я думаю, что этот инцидент исчерпан и больше не будет такого. Давайте, вот пока у нас немножко осталось время до конца эфира, вот по каким-то, может быть, цифрам пройдемся, именам, фамилиям, явкам. Кто больше всего нагрешил у нас в этом году в плане распределения бюджетных средств, да, кому больше всего выдано рекомендации, предупреждение о каких-то комментариях? Если говорить финансовым превизиям, то насчет учетности у нас такой плохой пример Министерства по образованию. Там уже третий год мы вынуждены давать, ну, такой плохой свой отзыв о отчетности, потому что те вопросы, которые даже в этом, в этом плане есть, там не решается. Что касается того вопроса, когда мы говорили, как эти средства проходят по цели, мы к этому вопросу хотим пойти в уже таком государственном плане, потому что мы считаем, что это уже должна быть политика Кабинета Министров и Финансового Министерства, что так не должно допускаться, что эти деньги, которые по разным причинам, но не пошли на те приоритетные нужды, которые начально были определены, они бы не оставались у этих министерств, но пошли опять общую кассу, и они пошли на государственный приоритет номер три, который остался за бортом, они не пошли на какие приоритеты министерства, например, 125 или 126, и это концептуальный вопрос, который после этой ревизии мы обращаемся уже к этим институциям, чтобы эти вопросы в дальнейшем уже не были вот таковые случаи. Госпожа, кроме меня, кто проверяет работу госконтроля? У вас тоже большой штат, у вас несколько департаментов, несколько бюро, вы также содержитесь за счет налогов жителей. Да, иногда задается вопрос, почему государственный контроль не проверил тот и тот и тот, но насчет штата, у нас 127 аудиторов, 127, а учреждения, которые в нашей стране должны проверяться аудитным учреждением, это тысячи, 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 так что это тоже немножко ответ, потому что мы не можем стоять рядом с каждым, да, в общем наш штат где-то 180 человек, кто проверяет государственный контроль, по нашему отчету дает свое мнение аудитор, который нанимается от Сейма, и он каждый год проверяет, иностранные преимущества, это наши звери на аудитори, которые работают, и он тоже дает свой рапорт, он информирует Сейм о том, как мы умеем учитывать, и как раз вчера мы тоже были в парламенте, где рассматривался наш отчет, и рассматривался отзыв аудитора, я очень довольна, что никаких замечаний насчет нашей финансовой учетности нет, но что мы еще как независимая институция сделали, чтобы дать общество такое понятие, как эффективно мы работаем, мы несколько лет назад пригласили аудитные учреждения из Соединенных Штатов, из Нидерланды, из Польши, из Евросоюзской организации, чтобы они проверили государственный контроль. Вы перевозили все свои документы на английский язык? Которые, ну, надо было их для проверки, и проверили начиная с нашей стратегической планирования, начиная с нашей работы по ревизии, по методике, и сказали, что мы должны улучшить, как мы работаем, и мы действительно довольны, что мы услышали очень разные профессиональные такие взгляды, мнения, и мы могли улучшить те дела, которые мы можем еще эффективнее делать. Давайте, может быть, примем последний звонок на сегодня, нам пора заканчивать. Доброе утро, пожалуйста, очень коротко. Доброе утро. Да, мы вас слушаем. Александр. Госпожа Круминя, скажите, пожалуйста, ваши полномочия входят контролировать Министерство обороны? Что-то я ни разу не слышал. Ведь из бюджета выделяются средства на Министерство обороны. Но об этом полная тишина. Объясните, пожалуйста. Спасибо. Да, ходит. И мы делаем довольно много ревизий и будем делать, но там такой нюанс. Эта информация, да, она довольно больше, ну, в большом объеме. И, конечно, то, что мы можем, мы можем информировать сейм, ну, тех депутатов, которые есть, ну, доступ к таким уже документам. Комитет безопасности. Да, да, и это мы делаем. Но, к сожалению, общество информировать из-за того, что эти все-таки документы, ну, засекречены, мы не можем. То есть проверки проводятся, просто мы об этом не знаем. Да, да. Но, хорошо, хотя бы, может быть, тезисно, вы можете сказать, какая ситуация. Пишите ее, чтобы мы знали о том, что у нас творится в Министерстве обороны. Там есть выявлены нарушения или все ведется в соответствии с заявленными целями? Ну, я могу сказать, что мы, когда проводим ревизии, тоже определенные насчет, как проходятся закупки, ну, тоже милитарной техники, потому что это очень важный вопрос. Мы знаем, что деньги для оборонных ножей возрастают из закупки. Мы обнаруживаем, ну, недостатки и дела, которые надо делать лучше. И об этом мы и говорим, и довольно строго говорим, и встречаемся с министром, и говорим с сейами, так что это не пропадает из нашего взгляда. И, может быть, последний вопрос тогда на сегодня. Любая проверка, даже вот в частной компании, будь то служба госдоходов придет с проверкой, будь то инспекторы продовольственной ветеринарной службы заглянут в ресторан, она всегда вызывает стресс у сотрудников этой компании. Поэтому я хотела бы спросить, как реагируют чиновники на визит ваших инспекторов, насколько для них это неприятно, делятся ли они впечатлениями, может быть, вы слышите просто... а не волокардин на фоне пьют, нервничают. Ну, если честно говорить, ну, наверное, надеяться, что каждый любит аудитора, ну, это немножко, наверное, наивно, да, но никому, наверное, очень не нравится, что кто-то приходит и проверяет. Но то, что мы стараемся, чтобы все-таки это было, ну, такая плодотворная, профессиональная сотрудничество без таких волокардинов и других дел. Спасибо большое. Нам пора заканчивать. Это была Элита Круминя, государственный контролер. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.